друзья наступил долгожданный момент когда нам пора перейти на новый уровень обработки поднять так сказать свой скилл и сегодня тема который вы меня давно просили рассказать и показать и так сегодня мы будем обрабатывать с вами пейзаж с использованием масок яркости и что удивительно мы сегодня с вами не будем как обычно гнуть все кривые не будем мы углубляться в цветокоррекцию и чисел и даже не воспользуемся тонировка изображения вот такая сегодня удивительная и необычная обработка фотографии маски люминосити маски светимости яркостные маски вот такие названия вы можете увидеть в видео уроках по использованию этого метода но это все одно и то же это маски яркости и многие из вас наверняка уверены что маски яркости это такая фича photoshop но это не совсем так маски яркости замечательно реализованы и в lightroom и прежде чем нам переходить photoshop я предлагаю для начала эту тему изучить именно в лайтруме понять как эти маски работают для чего они и что с ними вообще делают ну и никакой теории я вас больше сегодня мучить не буду мы сразу окунемся в практику и по ходу обработки я буду объяснять каждое свое действие и уже концу этого видео вы овладеете искусством управлять масками яркости при обработке своих фотографий а для того чтобы вам легче было понять что я делаю со своим изображением фотография с которой я буду сегодня работать будет находиться по ссылке к описанию к этому видео вы можете ее скачать и потренироваться в обработке вместе со мной итак друзья с вами серджио мы больше не будем тратить наше драгоценное время итак поехали итак друзья вот перед нами изображение пейзаж снятый на рассвете и как вы видите здесь особенно и нет то никакого цвета и собственно говоря поэтому эту методику используют на подобных фотографий то есть там где нету каких-то цветовых пятен которые мы так привыкли видеть на изображениях неважно это город пейзаж или портрет здесь с этим все достаточно скупо поэтому используют данные методы для того чтобы получить ну ту самую комплементарную пару создать тандем так сказать холодных и горячих оттенков получить некую тонировку и первым делом друзья что мы с вами сделаем давайте мы поправим немножко гистограмму увидите фотография немного недосвеченная сделаю я ее слегка посветлее теперь друзья вы видите здесь у меня вот светится вот этот вот пиксель это говорит о том что у меня темные места слишком провалены вот в этом месте слева на своих вот на этих это видно и давайте мы сделаем точку черного чуть-чуть посветлее пока у нас не исчезнет самый последний темный пиксель после этого мы снимем вот эту вот галочку теперь поработаем со светами давайте и учим теперь светлые пиксели и слегка подвинем немного тоже вправо сделаем фотографию еще немного поярче самый край гистограмма она у нас здесь не упрется потому что на этом изображении нет очень светлых участков друзья следующим шагом что мы с вами сделаем мы перейдем немного ниже давайте здесь кликнем удалить хроматические аберрации мы сейчас коррекция объектива и включить профиль коррекции у нас сразу исчезла бочка края фотографии стали немного посветлее следующим шагом мы поработаем с вами с геометрией давайте возьмем направляющие которые находятся в разделе трансформация и сначала я поправлю горизонт протянув его вот таким вот образом и теперь вот по этим балкам я выровняю горизонтальные направляющие и вот здесь пожалуй чуть-чуть поправлю чтобы мой мостик выглядел ровно и красиво вот таким вот образом вот меня вполне это устраивает даже визуально это выглядит все достаточно ровненько идеально такие изображения на которых есть какие-то архитектурные элементы они они очень любят такую строгую красивую геометрию ли к и mentor наши направляющие уходят теперь друзья на подобных фотографиях я всегда их смотрю в зеркальном отображении для чего я это делаю я рассуждаю как зритель будет смотреть на мое изображение ну во первых мы все смотрим фотографию именно также как нас учили читать то есть слева направо и поэтому первым делом мой зритель конечно же взглядом пройдет по этому мосту уйдет в горизонт в сторону восхода и получается что правая часть изображения ну как-то ему уже останется неинтересно то есть он пройдет основной сюжет изображения поэтому давайте мы с вами вот сделаем что давайте мы кликнем правой кнопкой трансформация и отобразить по горизонтали мне кажется что вот в таком расположении фотография выглядит намного лучше намного эффективнее во первых я предлагаю зрителю сначала рассмотреть левую часть изображения пройтись по переднему плану вот эти гребешки которые выполняют роль такого интересного паттерна и только после этого уже взобраться на мостик и взглядом пройтись от начала мостика от правого верхнего угла в сторону восходящего солнца мне кажется так намного интереснее теперь бы что сделал я бы теперь поправил наверное все-таки кроп сделал обрезку немного другую мне не нравится что мой мостик уходит вот практически в центр кадра я думаю что все-таки мост должен занимать примерно где-то две трети данного изображения давайте посмотрим чем мы с вами пожертвуем небом или или передним планом ну я бы немного бы сделал бы вот такой вот кроп на небе я сделаю чтобы у меня вот этот навесной провод на котором висят лампочки уходил прям самый угол фотографии и теперь я легко приберу низ чтобы он не был такой тяжелый пожалуй вот таким вот образом или гу enter вот так мне кажется фотография выглядит более гармоничной ну и теперь давайте приступим непосредственно к нашим маскам давайте будем рассуждать что мы же тут будем делать ну во первых на этом изображении не хватает яркости и точности и конечно же мы можем их задрать путем использования пару известных ползунков но это не интересно и банально мы с вами при помощи масок яркости будем обрабатывать отдельные конкретные участки изображения а точнее участки яркости участке света отдельно поработаем со светлыми участками отдельно поработаем с темными участками но первым делом я покажу вам один небольшой трюк перед тем как перейти к маскам яркости мы с вами поработаем с масками цвета я поставлю вот такой вот радиальный фильтр сделаю его немного пошире наклоню и я это сейчас буду делать для того чтобы усилить вот эту вот красную оранжевую еле заметную полоску которые мне дарит восходящее солнце здесь конечно же этого мало и следующим шагом что мы с вами сделаем после применения радиального фильтра мы идем вот сюда маска диапазона и выбираем вот здесь вот цвет как вы видите у нас появилась пипетка и мы этой пипеткой можем задать области в которых мы будем вносить какие-то изменения и так я беру пипетку и поставлю ее вот в этот самый на мой взгляд красивый участок света это еще не все я могу здесь применить не одну пипетку а зажрав кнопочку shift вы увидите что возле пипетки появился плюс и я могу поставить ее вот здесь здесь есть вот здесь давайте поставим вот здесь и поставим вот здесь с краю так после этого я пипетку возвращаю на место но тем не менее все пипетки у меня сохранились если я кликну сюда вот видите все пипетки отображаются возвращаем на место сделаю я чуть чуть больше радиальный фильтр вот таким вот образом и петки при этом остаются на своих местах и теперь друзья в том месте где мы выставили пипетки мы можем сделать мы можем например добавить сюда температуры давайте посмотрим что у нас будет происходить вот видите у нас сразу более усиленно запылал наш восход добавим и сюда чуть-чуть оттенка добавим мы сюда немножко насыщенности вот таким вот образом и я могу здесь даже изменить тональность я например могу уйти вот от этих желто-оранжевых оттенков а выбрать более такие красноватый для этого перейдем в панель хью кликните вот здесь вот галочку для того чтобы вам было удобнее более ювелирнее работать с этим ползунком и теперь давайте мы двигаем немного влево и получим вот такую вот интересную тональность ну друзья я думаю что этого достаточно палку перегибать мы не будем так давайте кликнем enter я кликнул один раз радиальный фильтр у меня остается активно я хочу вам показать просто действие которое мы сделали с этим изображением и так выключить фильтр включить вот видите вроде бы казалось бы такое достаточно простое действие она позволила нам локально точечно внести изменения именно в ту часть изображения которую мы хотели подредактировать теперь переходим непосредственно к маскам яркости давайте я сделаю изображение чуть чуть меньше вот таким вот образом мы с вами берем градиентный фильтр и давайте я справа наложу вот таким вот образом даже не затрагивая изображение двумя кликами уберу все все значения чтобы у меня они стали по дефолту и теперь давайте посмотрим что мы с вами будем здесь делать давайте поработаем сначала с теневой частью изображения и так мы выбираем в масках диапазона яркость вот здесь кликаем обязательно показать маску яркости теперь друзья правый ползунок смещаем немного влево и как вы видите друзья у нас от маски которая отображается красным цветом освобождаются очищаются светлые и средние тона а темные тона у нас по-прежнему окрашены и это говорит о том что все изменения которые мы будем здесь проводить они будут распространяться только на ту область изображения которое у нас обозначено вот таким вот красным цветом красной маской собственно говоря это и есть маска яркости то есть мы можем работать в раздельных тонах в раздельном свето теневом рисунке нашего изображения теперь друзья давайте посмотрим растушевку растушевка нам предлагает сделать либо более жесткую маску с такими грубыми переходами более контрастными либо мягкую я сделаю переходы слегка помягче подвинув изображение на 47 теперь показывать маску яркости галку я снимаю и я теперь могу работать с этим изображением давайте мы с вами подвинем температуру немного левее буквально я думаю что не будем сильно где-то я думаю что минус 15 будет достаточно и можем сюда добавить чуть-чуть оттенка ну прям буквально буквально вот минус 3 и таким образом наша теневая зона стала более холодной соответственно вы можете также поработать с тоном вы уже это поняли как работает итак я нажимаю enter и добавляю еще один такой же градиентный фильтр и так запоминаем снизу у нас это нижняя часть изображения да это более холодная это теневая зона а сверху светлая зона вот я и поставил вот этот кружочек наверх чтобы понимать где у меня светлая часть потому что я могу возвращаться сюда и дорабатывать и делаем ровным счетом то же самое переходим в маску диапазона выбираем и яркость кликаем галочку и теперь друзья левый ползунок двигаем вправо и как вы видите теперь у нас очищается освобождается и него я область изображения остается окрашенной только светлая область светлая часть изображения вот таким вот образом я сделаю чтобы примерно было наполовину половина фотографии холодной половина теплый остановился я на значении 59 и теперь давайте посмотрим растушевку мы сделаем пожестче или помягче давайте сделаем чуть-чуть ее посильнее пожестче я назначение поставлю 47 теперь мы снимаем ползунок показывать маску яркости и теперь мы можем работать в светлой области изображения давайте сделаем температуру здесь о теплее и оттенок также будем двигать в сторону фиолетовых для того чтобы нам окрасить наше изображение давайте работаем с насыщенностью я думаю что насыщенность это на 16 будет достаточно еще я добавлю чуть-чуть теплоты вот таким вот образом на 74 и оттенок и оттенок я сделаю на 54 вот таким вот образом кликаем enter еще раз enter работу с градиентными фильтрами или с масками яркости мы закончили но давайте теперь все таки мы перейдем в панели чисел мы там совершенно с вами делать ничего не будем кроме синего цвета здесь явно не хватает синего цвета на небе и мы просто навсего подвинем ползунок синего немного вправо чтобы добавить синих оттенков в нашу фотографию остановлюсь я на значении плюс 46 и давайте я синий уведу влево в тональности сторону аквамарина буквально назначение где-то я думаю что минус 4 будет достаточно теперь друзья давайте все таки перейдем кто новый кривой как я обещал мы двигать ее не будем мы с вами перейдем в красный канал и самую верхнюю точку в красном канале мы подвинем немного левее чтобы нашу фотографию сделать более такой розовый более красивый значение 255 это совсем чуть-чуть теперь давайте посмотрим какое изображение было вы стало было стало ну вот друзья как я говорил кривые мы не гнули в чисел мы не мучились при этом при помощи масок яркости мы создали такой интересный тандем теплых фиолетовых оранжевых красных оттенков и легкий синий такой средних и темных участках изображения но это еще не все друзья переходим photoshop и так наводим курсорное изображение нажимаем правую кнопку мыши редактирование в adobe photoshop так друзья мы с вами photoshop а я из левого угла картинки переместился правую для того чтобы вам было удобнее наблюдать за теми действиями которые я осуществляю итак друзья первым делом что мы с вами делаем нажимаем control джей смотрим чтобы раскладочка была на английском языке и у нас дублируются наше изображение далее друзья кликаем фильтр ник collection color effects про друзья если вы не знакомы с плагином не collection не знаете что это такое это бесплатный плагин друзья если вы не знакомы с плагином не collection вы можете скачать его также по ссылке в описании к этому видео выключить все программы по обработке установить он очень легко и просто устанавливается и он у вас появится в разделе фильтры и так мы с вами в ник collection давайте обратимся для начала вот туда в настройки вы здесь можете поменять язык какой вам нравится ну и объяснять я долго не буду не буду тратить времени здесь все достаточно просто вы можете подстроить настройки под себя как вам удобнее итак друзья у вас будут открыты по умолчанию все фильтры этого плагина нам понадобится парочка из них кликните слева на звездочку для того чтобы они у вас переходили в разряд избранные и мы с вами выбираем skylight который находится вот здесь вот немного пониже и еще один фильтр который называется насыщенность теплота и так давайте применим фильтр skylight и вот возможно вам показалось что ничего не произошло но давайте я разделю изображение вы увидите что вот слева изображение которое мы с вами получили в lightroom а справа изображение которое нам собственно говоря сделал skylight кстати очень шикарный фильтр попробуйте его использовать на любых фотографиях где у вас небо и вы увидите как ваша фотография заиграла совсем по-другому другими красками более теплыми более интересными но пожалуй интенсивность 20 для этого изображения слишком большая я не хочу чтобы моя фотография выглядела прям такой уж слишком какой-то фантастической поэтому я пожалуй буквально интенсивность этого фильтра переведу в разряд 12 процентов я думаю что этого будет достаточно так уже гораздо интереснее теперь внизу я кликаю добавить фильтр как вы видите в избранном у меня находится фильтра с которыми я чаще всего работаю и так выбираем следующий фильтр который называется у нас насыщенность теплота и мы здесь с вами теперь сделаем вот что давайте мы сначала сделаю пожалуй получу чуть потеплее но не сильно буквально я думаю что назначение 10 будет достаточно эти посмотрим ну да наверное так и теперь насыщенность вот насыщенность я бы чуть-чуть прибрал буквально бы наверное на минус 5 вот таким вот образом и друзья здесь мы больше ничего делать не будем кликаем окей и так друзья плагинчик применился давайте теперь мы с вами немного это изображение доработаем сделаю я его побольше во первых мне не нравится вот этот вот гребень он такой не очень эстетичный давайте мы выбираем с вами обычное лассо обведем этот некрасивый гребень можно это делать не очень аккуратно главное только поближе к самому объекту нажимаем сочетание клавиш shift f5 содержание с учетом содержимого галочку цветовая адаптация режим нормально непрозрачность 100 если у вас иначе то обратите внимание на эти настройки выставите их такими как у меня кликаем ok и наш гребешок исчезает control d убираем бегущих муравьев и давайте переместимся мы немного правую часть изображения у меня здесь вот такое вот есть пятнышко не обращаем внимание на этот шум я его сильно увеличил поэтому он немножко у меня вылез и так берем вот такую вот заплатку точечная восстанавливающая кисть делаем его по размеру пятнышко и чуть чуть больше и кликаем и пятно уходит так друзья теперь давайте возьмем еще одно лассо мне вот совершенно почему-то не нравится вот эта лампочка на переднем плане выглядит она как ну непонятно как что-то такое висящее и не очень красивая давайте я также его лассо аккуратненько в виду shift f5 окей вот как вы видите она у меня абсолютно исчезла также друзья я бы убрал бы еще вот эти вот висящие непонятные то ли проволока то ли провода выглядит это не очень эстетично но это для тех кто любит разглядывать изображение давайте мы внесем немного больше эстетики так и в т5 видите как замечательно работает этот инструмент он захватывает соседние области и моделирует изображение таким образом то просто убирает лишнее а используют соседние области для того чтобы сомкнуть и воссоединить изображение то которое не попало во внутрь вот этого обведенного кружка давайте уберем здесь ну и можно чистить фотографию бесконечно поэтому я на этом остановлюсь принцип вы поняли я убрал самые такие сильные объекты которые по моему мнению портили немного мой пейзаж и давайте знаете что вот здесь вот тоже слева вот этот непонятный флажок из-за того что я снимал на широкоугольный объектив он выглядит как-то непонятно как мусор также shift f5 убираем его и вот еще вот здесь вот справа вот этот я не знаю какой-то у меня объект то ли будет здесь то ли что шеф-то в 5 итак друзья не забывайте убирать бегущих муравьев control d иначе ваши изменения которые вы будете применять они будут распространяться только на эту область итак друзья теперь давайте добавим немножко резкости в наше изображение нажимаем сочетание клавиш alt control shift е переходим фильтр усиление резкости умная резкость выставляем вот такие вот параметр 150 процентов радиус 09 уменьшить шум 10 кликаем ok фотография очень аккуратно стала порезче теперь мы давайте добавим сюда еще кривые я хочу немножко поработать с ценевой частью изображения давайте мы горную точку подвинем немного выше сделаем по воздушные фотографии здесь немножко пусть ему я сделаю такой вот небольшой изгиб да пожалуй вот таким вот образом и так дальше alt control shift е и теперь мы можем сохранить наше изображение alt control shift с меняем размер на размер от требования мест фотографии где мы их размещаем выбираем jpeg качество я делаю обычно 100 сохранить выбираем папку и сохраняем нашу фотографию итак друзья обработку мы закончили давайте посмотрим какая фотография была до обработки и какая стала после и конечно же такие чудеса мы с вами совершили не без участия масок яркости теперь вы знаете я уверен что такое маски яркости как их применять попробуйте потренироваться на своих фотографиях на своих изображениях и если ты впервые на моем канале то не забудь перейти в инстаграм и получить в подарок два набора пресетов и если хочешь продолжать изучать обработку фотографий и получать красивые достойные изображения какими-то необычными методами которые до сих пор те были неизвестны подписывайся на канал и следи за новостями на этом друзья все желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и и и Продолжение следует...